ДС и нет зарплаты, точнее зарплата, клан нет. И очень смотрится интересно, да? Да, да, да. Нет зарплаты. Ну что ж, какой будет пик? Руины крепости, Думарк, первая карта. Мне всё-таки интересно, какие будут именно пики у ребят, будут ли они вообще что-то менять, либо же попробуют, как обычно, первый раз сыграть там чем-то стандартным. Наверное, это будет Мирору. А ну-ка. Нет. Ну я думаю, TGS хотят взять реванш вот за эту 2-2-5-4 на третьей карте, и как раз реванш можно взять в финале. Ну что? Ну вот, 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 видишь, вот очень важно, что появится, ну здесь понятно, что здесь будет грим. Да, ничего не меняют. Мирора нет, ничего не меняют команды, я смотрю. Да, ну и там вроде бы ничего не меняется, вот в чём дело. Да. Но ДС очень опасный жу... Я вначале смеялся, думал, что ну что на гриме он сделает? Это такой мягенький персонал, который по центру. Но он... Он просто великолепен сегодня. Да вообще обе команды очень равные по силам, и опять же счёт встречи в группе между ними об этом говорит. 2-2. 3-2 по картам. При счёте 2-2, там третью карту выиграла команда Ля-Ля-Ля, которая сейчас красная, со счётом 5-4. Итак, Ля-Ля-Ля против TGS. Понеслась, друзья. Да, и начинаю сразу же ДС очень активно подхиливать танка. У тебя там опять что-то происходит. Всё нормально. Так, сразу же Тимофей там врывается. Ой, посмотри, очень плотно начинают нарезать кулемёта. Да-да-да, они понимают, что БП хороший хил. Вот видишь, команда Ля-Ля-Ля знает... Да, ещё буквально два удара нужно сделать, там в корне его спрятали. Вот сейчас зарплата, должен на него набрасываться, да, пытается хоть как-то его зацепить. Кулемёт подхиливается. Чак Норрис на него ныряет там. Просто масс-фокус, БП и БП ухо... Где БП делся? Да вон, а наверху его продолжают там пинать. Просто за ним такое преследование втроём устраивают, да. И продолжают его ещё и корень-то нарезать. Зарплата. Зарплата. Нырнул-то, а чётко вообще на фурибола-то. Красный пока что и одни, и вторые. Сейчас будет развязка. Чак Норрис. Чак Норрис, живи. А Чак Норрис-то и живёт. Посмотри, что он вообще вытворяет мне. Убили Чак Норриса. Вот всё равно Десс всё равно чётко сыграл. Было бы чётче, но там, наверное, сотая секунда. Вот на сотую секунду раньше бы он поставил этот АТ. Может быть спас. Может быть. Но не факт. Смотрим за продолжением. Два в два. Ты посмотри, что там происходит. Зарплата просто как отличный демэдж-дилер. Врывается вообще, не опасаясь ничего. В то время как Десс, да, очень чётко его поддерживает. Пулемёту просто очень мало шансов дают лечить своих тимейтов. Он в основном лечит себя. Потому что его постоянно бьют, постоянно пинают хилы. И в принципе... Да, и тут остался один танк, который, опять же, по дамаге значительно уступает. И всё. Вот ля-ля-ля. Вот так вот нужно играть с TGS. Причём просто с самого начала боя. Уцепили из-за хила и не отпускали его втроём на протяжении всей драки. Абсолютно. Да, и мне нужно дышать вообще свободно этим парням. Ну вот видишь, Десс, хилер команды, Грим... Грим прекрасно просто провёл эту встречу. О! О! Надо ФП-шку включить. ФП-шка у нас поломалась, да. Верните ФП-шку. Что ж такое? Такс. Ныряет там Чак Норрис. Да, цепляет, кстати, сразу же там кулемёту. И вот начинает зарплата опять же гоняться за хилом команды TGS. Ну мы видим, куда спермастер... Вот он всё, он нацелен на БП и уходит с него. Ну просто вижу цель, не вижу препятствий и поехал. Да, вижу цель, не вижу цель. Да, его сейчас... О-о-о-о! Там поджигатель так вообще! По-моему, во всех въехал. Он во всех въехал, да. В том-то и дело, что посмотри, там команда красная просто красная. Да, Чак Норрис там спрятался далеко не в самый подходящий момент. Минус Чак Норрис. Десс тоже лоу ХП-шится, его поджигатель должен дожечь. Да-да-да, ныряют. Ну всё, это минус Десс сейчас. Вот это ответ неплохой. Вот честно, интересный финальчик может получиться, друзья. Но уж там первый тур тех лапсов, я думаю, простит нас. Потому что здесь очень интересный файт будет. 1-1. Первая карта. Финал Ланова арене. Поджигатель гений просто. Вот там так все кучно встали. И я даже не знаю, как это можно сказать. Он как раз в нужную секунду в нужном месте, по-моему, оказался. Ну что ж, смотрим за продолжением. В принципе, тут может быть всё, что угодно. Я помню, что ребята поменяли в прошлом... Когда команда не могла тащить, вот красная команда ля-ля-ля. Они поменяли деревяшку на шамана. И в принципе, по-моему, при том же билде остальных героев. То есть вытащили 5-4. Ну, не знаю, понадобится им это сейчас или нет. Но я думаю, дальнейшая игра нам покажет, то есть как они сейчас себя будут вести. Вот опять начинает зарплата быковать в сторону пулемёта. Да, да он вообще так, знаешь, прикрепался очень плотно. И вот постоянно гоняет хилы, постоянно не даёт ему дышать. Использует медальон. Да, там, кстати, посмотри, поджигатель тоже на лоу-хп уходит. Ульта есть от корня и второй тоже корень ультует. Ну вот. Есть тотемчик. Ещё стоит Чак Норрис. Да, хорошо, чётко очень стоит в этом тотемчике. Кулемёт, лоу-хп, посмотри, там поджигатель опять проехал. Но вроде бы команда красная намного больше здоровья имеет. Ещё один. Красная, что происходит? Есть минус. Кулемёта забрали, а это значит, что без хилла остаётся Ти-Джесс. И быстренько по одному умирают фури, бол, трик, последний корень. Да, да. Нет, последний ульт, кстати, был хороший вот от Ёлки этой. Звезда на луну просто эпичная. Тимофей. Тимофей, кстати, всё равно в последнем раунде была команда Ти-Джесс лучше, но... Раунд выиграли. Да, да. Бывает такое иногда. Ребята, ля-ля-ля. 2-1. Пошли сразу махать, махать. Троллинг. Да, да, да. Ты к вам ещё. Медальон троллинг. Тоже довольно интересно. Так, тотем сразу залетает, Чак Нори старается из-под него не выходить. Вот тоже всё очень грамотно делают. Ну что, смотрим за зарплатой. За зарплатой там уже всё. Он уже пацана нашёл. На радаре кулымёт детекта. Ты поехал, поехал его нарезать. Посмотри, половину здоровья теряет здесь кулемёт. А ещё плюшку ловит теперь от Чак Норриса. Прячет его в кокон. Но кажется, если сейчас там ещё и зарплата нарисуется... А зарплата Тимофея нарезает. Посмотри, Тимофей пытается уйти. У него просто... Ваншот остался. Да, минус Тимофея. И кулемёт там... Вообще разобрали. Так что фури-болл не очень удачно. И по-моему... Да, да. Ой, как отминали Грима. А ещё не Грима, а вот этого парня, толстенького АПП. Ну да, всё. Остался один поджигатель, который... Вообще вот... Классно. Ля-ля-ля вот сейчас пожёстче собрались. Ну вот так вот шли почти все карты их матча в группе. Вот теперь очередь. Ход конём от команды TGS. Они там обычно тоже на 2-0-3-0 проигрывали, потом догоняли. Не, ну это на самом деле хорошее качество, когда ты можешь, грубо говоря, усыпить бдительность врага. Вот мне нравится в том же КАСе, например, как поляки. Они такие камбэки порой нереальные делают. Это да. Ну сейчас посмотрим, сделает ли камбэк TGS. Что будет делать Спермастер. Атакует ли он БП в этом раунде или нет? Да, он уже напал. Посмотрите, какой плотный махач в углу. И тут, в принципе, только вот цифры мы можем читать одновременно всё. Да-да-да. Посмотри, кулемёт там уже... Вот пол-ХП у кулемёта. На него, кстати, почти совсем забили. Нашли! Вот два пацана просто. Такой энрейдж-мод. Поехали нарезать поджигатель. Хорошо вроде бы влетел, попал. По крайней мере, по десу так точно. Дес, дес. Дес, ло-ХП. Он попытался уйти, и его напинали. Конечно, он сейчас спасал своих тиммейтов. Пытался сам зайти в тотем, но неудача. Да-да-да. Хотя посмотри, там ещё и поджигатель ло-ХП. Забрали или нет? Нет, ещё плюшку. Чак Норрис прячется, пытался отразить снаряд в фьюри-бола, но не получилось это сделать. Чак красный, беда, он умирает, зарплата один в два. Ну, тут же да. Ну, обе команды остались без хилов. Зарплата поджигателя ищет, нашёл. Он там лечит себя. ТП нету. ТП... Вот и вот то, о чём мы говорили, да? Что эти ребята начинают набирать. Сейчас как бы 3-3 не случилось. Блин, так всё напряжённо. Очень жёсткая игра. Да-да, и только первая карта. Друзья, и не забывайте, что мы совсем скоро просто меняем студию. Вот с зала Киберарена перемещаемся в нашу верхнюю рубку. И оттуда, ну, наверное, стримы оставим на экранах варенья. Оттуда будем уже вещать тех лапс. Там, конечно, будет тоже очень интересный. Да, вот там сейчас Дэза подтянули. И неплохо его вроде бы продамажили. И ныряет сразу же Тимофей за хилом команды ля-ля-ля. Дэз. Подразобрался. Ну, заработал. Зарплата там накидывается просто на кулемёта. Посмотри, и прячет его сразу же в кокон. Пытается хоть как-то отхилять зарплату. ЛОХП ещё пару плюшек, если отхватит. Ушёл Толстый. По-моему, ушёл. Да-да-да, ушёл. Кулемёт, да, кулемёт был на ЛОХП. Тут, может, немножко оговорился. Но суть от этого не меняется. Посмотри, что Чак Норрис просто старается вообще не отпускать. Кулемёт, он всё равно все эти пять раундов, он убегает. Он убегает, причём получая по отсрачникам догонку. Да, и тем самым вот мы видим сейчас поджигатель, который на ЛОХП бегал секунд, наверное, 10. Ничего не мог сделать кулемёт, потому что вынужден был опять же сам спасаться бегством. Как результат, погибает нас поджигатель, погибает кулемёт, и остаётся один Тимофей против троих. Очень грамотная стратегия вообще. Знаешь, вот в таких ситуациях, когда троих полные ХП, просто деревьев. Вот действительно, я бы просто так убрал руки с клавиатуры. Типа да, всё, суксифицид, как он делал это, взорвался. Но если бы у меня был ранит, я бы вам дал. Если бы руки были. Немаловажный фактор. Немаловажный, да. Прямые. Ну что ж, 4-2, матчпоинт на первую карту, ля-ля-ля, им нужно вот желательно с первой попытки реализовать это преимущество, потому что, опять же, вот только да, и слабенуть DGS они не пощадят. Но тут всё, тут уже понятно. Тут это по дефолту вообще, то есть зарплата против убегающего кулемёта, это у нас уже практически стандартная тема. Да, и посмотри, почти запинали, корень сразу же подкапывается за кулемётом. Деза главное, чтобы не отдали ещё. Втроём, втроём, втроём просто пытаются убить. Что это было? Просто такой армагедец там произошёл. Что зарплата уходит красной, сюда уже тпшится Дез, ставит тотем, нормально лечит. А Дез так много выхилял кулемёт. Чака, чака сняли. Ну и какая неудачная была только что. Просто такой биг-бадабум только что организовал Дез. Зарплата держится в татеме, продолжает лечиться. Кулемёт, кулемёта забревает! И остаётся теперь 1-2, корень против Деза и зарплаты. Надо просто оттолкнуть и подлечиться. Вот основная задача. Да, хорошо, зарплата, смотри. Отлечил, отличил, сам пытается ворваться. Тут очень неплохой стан, финиш может сделать Дезом. Дубинки по голове, по концовке, может быть, не получит Тимофей. Сейчас посмотрим, кастанёт ли Деза или нет. Пару дубин в чайник вот Тимофею. Такой, иди сюда! Не-не-не, очень просто разобрался. На самом-то деле, вот Грим, он не такой простой, вот знаешь, он вроде хил-хил, мягкий, но если это тело подойдёт, если оно ещё с красными камнями, оно просто такой дэвидж даёт своими подачами. Ну, нижнего, как говорится. Сверху маленький гном, у него там только один стан такой весёлый. Ну что ж, 5-2. Первая карта, ля-ля-ля, выигрывают. Давайте, ребят, сразу дальше пойдём, потому что уже весь топ уже пыхтит, уже пыхтит, наверное, в первом туре тех лапса. Да, он вот-вот, возможно, уже начнётся, через три минуты. Чё-то Чак совсем не Чак пишет, КРБ-2. Нет, там просто Тимофей, возможно... Ну, писали, что это игра Чак Норрис против Тимофея. Так оно так, по сути, и было, потому что танки далеко не самую маловажную роль выполняют. То есть они очень плотные. Именно в плане скилла, я имею в виду. У этих команд танки действительно очень грамотные. Ну, я молчу, конечно, про дэмэдж-дилера. Вот, бедный хил. Я просто представляю себя вот на месте этого хила, когда ты бегаешь, ну, абсолютно беспомощный. Когда тебя пинают один, два, а то и три игрока сразу, и тебе нужно просто спасаться бегством, в то время как твоя команда тоже ничего, по сути, сделать не может, если хоть одно-два неправильных движения совершили. Ну что ж, привет маме Дарчика. Тут между делом. Так, помимо вот слепец, не прочитал твоё сообщение, наверное, давно там не писал. Не знаю, вот ведёт ли кто-то сейчас стрим, помимо Киберарены, по-моему, нет. Так, инженер контрит всех милишников, в принципе, мне писали, но как-то вот не доконтрил. Друзья, пригласите, пожалуйста, меня, или у вас открытая игра. О, спасибо. Шарят. Спасибо. Что ж, я готов. Команды так же. Кстати, отличительная черта вообще игры БЛЦ относительно других игр, там Доты, КСа, можно стримить без задержки. Да. Гениально. Ничего не спалишь. Ничего, просто палить нечего абсолютно. Есть там определённый там... Ну может где-то кто-то спрятался там. Да, ну это так вот, знаешь, в ситуации один на один, когда вот два красных там по концам карты кто-то лечится. Ну это, ну... То есть всё равно по скорости нереально. Ух, вот это мне нравится такая... лавовая дубиночка. Сабля? Да, да, да. Да, да, сейчас начнёт, я думаю, пинать. Чё там, ГОРМК пишут. Что такое? Да вроде все за свои команды играют. А, рандом взял случайно ДС. Ну... Выходите, чё. А чё, там лучник попался? Да, да, да. Чак Норрис просто не прощает ДСа, смотри. За то, что тут рандома берёт. Ну давайте уже... Только по фасту РМК, чтобы не было этих всех ожиданий долгих. Я уверен, что я хочу выйти из игры. Вы точно уверены, что вы хотите выйти из игры? Да. Это мне нравится, как в Call of Duty, когда выбираешь уровень сложности на максимальный. И там... Вы уверены, что вы хотите выбрать максимальный уровень сложности? Жмёшь, да. Но ведь это максимальный уровень сложности, и вам будет очень сложно играть. Вы точно уверены? Так, такой бред. Так. Так, пик, пик, давай посмотрим, будет ли смена. Но мы видели, что, по-моему, не было смены пика, и, по-моему, все остались перед своих героями. Вроде бы, да. Но учитывая то, что драки были весьма плотные, то промашки следует искать именно в стиле битвы, именно в тактике. Примоти рук, наверное. Не, ну прямота рук это такое. Тут, грубо говоря, условно у всех они одинаково кривые. Вначале, да? Одинаково ровные, да. То есть это такое дело. Ой. Ладно, поехали, друзья. Итак, есть Пермастер, есть Поджигатель, есть БП. Да, Гримм есть, Гримм Рок. Что еще тут? Ну, там корень, да, корень. Ну, как обычно. В принципе, все... Подсадная утка. Все очень похоже. Тимофей у нас подсадная утка, оказывается. Да, там много веселых ребят. Звезда на лбу это просто шедевр. Да. Интересные скины, конечно, в БЛЦ. Ну, поехали. Поехали. Вторая карта финала. Арена Лангпати. Приуроченная 23 февраля. Правда, вот, 23 февраля не выходной. Поэтому сегодня и вот вчера мы проводим чемпионаты по многим дисциплинам. Ну и поехали. Что у нас будет? Ну, в принципе, что мы увидим? Зарплата уже ждет своего прыжка. Кулемет решил подальше сейчас, наконец. Да, а кулемет шарит, что зарплата только этого-то и ждет. Костейч появится. Да, пошел Чак Норрис. Зарплата, ага. Промахивается по кулемету. Но все равно начинает его цеплять. И очень много проблем появляется сразу же у хила команды TGS. Ну, а тут нормально справляется Чаков. Сразу втроем пытались ворваться в БП. Кулемет красный никуда, наверное, уже не уйдет. Его спасают. Куда-то пэшнулся. Они все-таки успевают спрятаться. Только смотри, затягивай Чак Норриса просто. Крюком почти зацепили. Да, там Тимофей в это время продолжает вроде бы неплохо нарезать. Но проблема в том, что красная команда практически фуловая. А кулемет ничем не может помочь. Не может подъявлять. И, по-моему, сейчас будет уже какой-то первый фраг. Потому что... Вот хотя ультун там неплохо заехал Тимофей. Вроде бы двоих продамажил. Дес, Дес, смотри. Очень-очень битый. Кулеметы. Кулеметы начинают фокусить. Они проезжаются там вроде бы... Дес ушел. Фантастика. Так, вообще на таких боделях, да. Ну и продолжает там уже теперь поджигать. Поджигатель. Ваншот просто. Поджигателю нужно дать. Нет, подхиливает его. Тут кулеметы еще. Плюшечку нет. До сих пор все живые. Чака поймали. Вот это да. Как ТГС спасают раунд. Но еще не спасли. Подождите. Промахивается зарплата. Вот в чем дело. Там кулемета тоже был буквально на один выстрел. Дес. Дес подключается. Дес цепляет. Тимофей. Мы еще спасли бы раунд. Ля-ля-ля. И выиграли бы его. Но Грим не выжил. Да. Ну вот сейчас зарплата... Ой. Попадает под раздачку. Ну все. Тут понятно вроде бы. Что к чему. ДД Хилл круче, чем ДД. Да. Поехали. Поехали дальше. А там столько раз кулемет был просто на грани. Его могли убить уже миллион раз. Фактически. Там причем все были на таких маленьких хиллсах. И знаешь. Мы с тобой говорили, да. Что вот-вот сейчас уже должны допинать. Должны первый свой раунд взять. Ля-ля-ля. А там просто ребята очень вовремя спохватились. Они на контр-выпаде Деза начали машнить очень плотно. Да, да, да. И там просто хорошо вошел поджигатель. Поджигатель отлично. Корень хорошо ультом там по двоим попал. То есть все было в принципе очень неплохо у команды TGS. Так. Ну и вот зарплата уже начинает получать. Кстати, Тимофей сел на смерть вообще. Тимофей мы сейчас часто наблюдаем. Он врывается в хилл красной команды. Возможно это правильно. Да. Кулемет там тоже, по обратим внимание, очень битый. Но все-таки не упускает возможности себя подлечить. Вытаскивает зарплату. Ну, кулемета, конечно, тяжелый вообще. Финальчик для него. Вот. Ему приходится постоянно убегать, получать и на лоу-кп спасать. Вообще. Твори чудеса. Ох, там поджигатель. Но вроде бы, вроде бы даже не попал. Хотя с другой стороны, посмотри. Чак Норрис, Чак Норрис буквально. Дез тоже красный. Ой-ой-ой. Да, и Дез красный. Но вот Дез сейчас вроде бы отпустили маленько. Да, у Деза есть возможность подлечить свою команду. Отлично. Чак Норриса нужно подлечить. Деза затягивает. Тимофей. Тимофей ныряет под Деза. Еще одну бы плюшечку нет сразу же. И сам чуть не попал в ловушку. С пирмастером вдогонку с коптя наваливает. Здесь Чак бегает за кулеметом. Что происходит? Тимофей тоже красный. Выживает. Выживает. Уходит. Вот это да. Не проем. Поджигатель забревает. Фантастика. И Тимофей, посмотри. Тимофею тоже буквально на один выстрел. Еще одну плюшку. Нет, прячется в корень. Подхиливает его здесь. Кулемет. Кулемет. Еще цепляется у него зарплата. В этот раз он ушел, действительно. Да, и зарплату я только что с поркой тут забрел. У нас Тимофей. Тимофей это подъедает грибов. Хорошо все у него. Чак один. Чак один. Бить мелкого нужно, пока он танцевал, лечился. Но поджигатель в бой особо не лезет. Сейчас битва деревяшек. Но здесь уже Тимофей был сильнее. Вот и пожалуйста. 2-0. Слушай, мы сейчас тут до утра засядем. Я же говорил, уже 16-20. Ребята, верните меня. Верните, нам нужно бежать. Где наши 5-0-5-0? Где 5-0-5-0? По сути, такой финал можно около часа играть, если честно. Минут 40 этот матч можно играть. Ну, понеслась, друзья. Ладно, смотрим за продолжением. Думаю, Техлапс успеем. Конечно же, это... Ну, только, думаю, там тур максимум 2 пропустим. Там все равно финал, полуфинал, четвертьфинал. Все... Подтягивают Деза, да? Сразу уходят. Просто нужно досмотреть уже финал. Уже все-таки взялись. Итак, смотрим, да, за этим замесом. Да, и накинулись там сразу на кулемета. Два игрока команды. Ля-ля-ля, ну вот сейчас вроде бы... И сейчас рейдж уже есть у Тимофея. Уже можно юзать ульту. Ну что ж, вот она была, кстати, только что. По-моему, Тимофея... Ой, тут смерть на пенале. Он еле ушел. И сразу же перекинулись на его тиммейтера. Зарплата. Зарплата там так растянули. Очень грамотно только что TGS своего оппонента. Ну, посмотри, просто все биты. А там и хил, и все вроде бы в порядке. Да знаешь, вообще, на самом деле, TGS немного изменений сделали. Они просто начали бить хил. И все, они начали бить гримы, и теперь... Причем там получилась такая тема, что зарплата как бы нырнул за вражеским хилом, а вся противоположная команда за их. И растянули очень плотно, то есть учитывая того же хила, за которым прыгали. То есть там очень жестко все вышло. Очень круто все сделали. Именно растянули по карте. Ну, окей, поехали дальше, парни. Скорее всего, ну, может быть и нет. Не буду вообще давать прогнозы, кто возьмет эту карту. Но большая шанс сравнять счет есть у TGS. Сделать 1-1. Ну, смотрим за продолжением. Идет Махач у нас полным ходом. TGS. Тут вместе, кстати, вот вокруг Чахнориса собрались. Да, и смотри, зажали в угол. Вот это может быть очень жесткий момент. Хотя стоит вроде бы тотем, да. Чахнорис уходит. Тимофей приходит. Зарплата там просто ныряет. То за одним, то за другим. Но надо, наверное, выбрать хотя бы в одну себе цель. Да, начинают. Посмотри, там поджигатель какой биты. Но нет, начинают его подхиливать. Да, там и корни, и что угодно просто. Спасали всеми возможными методами. Еще плюшками по поджигателю уходит. Опять же Чахнорис ныряет за ним. Но слишком много хила. Просто слишком много хила. И Тимофей. Посмотри, тут тоже справа драка. Слева драка. Я не знаю, за кем смотреть. Здесь Деза накаляют. Но он может выжить. Да, его поджигатель пытается поджечь сверху. Там суровый махач четырех игроков. Снизу разборка. Да, и скоро у Тимофея опять же будет рейдж для ульты. Еще бы. Один выстрел попасть. Да, уже есть. 103. Нужно нырять. Да, ныряет. Промахивается. Да, уходит Дез. Кулемет. Кулемет. Ваншотный. И Тимофей тоже там ваншотный. Да, минус один, минус два. Это 3-1. Это жесть. Вот, знаешь, вот очень хорошо вытащили раунд. И вот в данной ситуации отлично сработал Тотем от Грима. Потому что Тотем успевал своих лечить. Точнее Грим. Ну и плюс еще все четко зашли под Тотем. Подлечились. И вот просто добили. Вообще молодцы, конечно. Ля-ля-ля. И не сдаются. 3-1. Это вторая карта. 1-0. Вообще общий счет финала. В пользу красных. В пользу команды ля-ля-ля. Но на второй карте мы видим им пока что не сладко. Ну и продолжение банкета. Зарплата выжидает. Поймали, поймали здесь, кстати, зарплату, да. Ненадолго. Порвался Тимофей. Сбермастер на него переключился. Да, посмотри, там уже вдвоем, да, вместе с Чак Норрисом напрягали кулемета. Вот зарплата слишком растянулся. Да, нужно сейчас подлечить очень... Да, Тотемчик стоит. Хорошо. Кулемет, кулемет. Посмотри. Еще два удара нужно сделать. Прятали его в кокон. Промахивается опять копьем. Слушай, ну, по-моему, вот БП такому персонажу, ему постоянно нужно сделать два удара, но это нереально. Дэз красный снизу отличился. Да, смотри, Дэз, кстати, нырлук своим сразу же ставит на темпо двоих, ныряет здесь на поджигателя. Поджигатель начинает нарезать зарплату еще один ударчик. Ну, еще один, нет, умирает сам, да. И теперь уже у нас тут Чак Норрис вместе с Дэзом будут пытаться противостоять двоим, но опять же там... Они дают фуррибола или нет? Вот, Чак, да пойди ему, вот, все. Наконец-то это произошло. Ну, вот, смотри, если, в принципе, кинуться на кулемета нормально, то можно его вот прессануть. Да, вот там под тотем пытались уйти и подтягивает! Дэз просто не долетел сантиметр до своих тотемов и вот он понимает, что он напылил. И вот его этим корешком так иди сюда сразу. Да, да, буквально сантиметр, вот он четко сделал, поставил тотем, отличил Чака и сам ворвался в этот тотем через дэмэдж еще врагам через двоих, но он сантиметр не доехал. К сожалению, для красной команды 4-1 вторая карта и уже можно сравнять счет. Да, да, очень интересно получилось, но все равно 4-1, это ж сколько еще тащить надо, чтобы хотя бы сравняться в счете? Ох, лучше карту отдать, наверное. Да, уже ладно, типа, давайте, РМК, все, поехали. Так, опять, опять Чак Норрис, елка Чак Норрис сейчас готова врываться, я так уже понимаю. Так, подтягивают Дэза, по дефолту вот все начинается с того, что подтягивают Дэза. Он все время ловится на этом корешке. Так, в кулемет врывается Чак Норрис, сразу же его начинают двое расписывать. Так, там тотем под Дэза и зарплата тоже рядышком. Вот опять же, Тимофей слишком плотный для того, чтобы его напрягали какой-то там хил. Кулемет. Да ладно, подкапывается прямо под кулемет, он, а Чак Норрис, еще бы два удара ему нарезать. Нет, не получается это сделать и уходит просто на лох и п. Ну, кулемет отобьет кто-то или нет, сейчас Чак Норрис рывается, здесь пермастер, бьют, зажали, он уходит, он уходит. Там такая просто залетела только что плюшка. Хотя недалеко. Ой, ну все, отобейте его, его не получается, отхилили как... Да, но кулемет вот отсюда уже должен уходить, у него слишком большой запас здоровья и поджигатель. Пока елку да подрубили там уже. Елку сожгли просто. Просто сожгли, ей все-таки минус, отмучали они БП, 2 в 2 ситуация, ну смотрим. Вот опять грим поставил там. Тимофей! Тимофей, да, залетает, но пока под Тимофею достаточно много дэмэджа, но все равно этого недостаточно. Да опять эти грибы. Ой, как красиво сыграл спирмастер, переключился четко на хил и сейчас просто вдвоем сейчас должны добить легко Тимофея и сделать счет 4-2. Не сдаются ля-ля-ля на второй карте и пытаются вытащить матч. Вообще очень равная игра у этих команд, тут не знаю, возможно от случая зависит. Тут попали, не попали там, да, у кого как, то есть это такое дело, тем более в такой динамичной игре как БЛЦ, тут это очень сильно решает. Да, ну что ж, смотрим дальше по К4-2, по К4-2 и в принципе надо тащить и одной, и второй команде. Ну и нам в принципе тоже уже надо тащить, потому что я смотрю 27 минут. Да. Непонятная ситуация. Увлеклись маленько. А, там только 7 минут. Ну так вообще отлично тогда. Тогда отлично. Так, Чек Норрис поехал въезжать в пулемета. Нет, автологии попахивает, вот эти все мелочи. Пулемет, посмотри, очень сильно терпит. Опять в него вгрызается зарплата, что ты будешь делать? Каспер, я, наверное, предложу нам не уходить, наверное, отсюда стримить и дальше, просто отсюда и на следующий. Окей. Потому что не получится у нас никак переключить студию, посмотрим все вместе. Техлапс в интернете, здесь будут самые лучшие игроки БЛЦ играть. Сегодня бороться за первый код в Москве. Ну все, извините, отключился, я от игры. Тут уже Тимофея добивают, и это 4-3, ты понимаешь? Это 4-3, ну да, вообще никак не хотят сдаваться. Просто воины из команды ля-ля-ля. Ну вот опять же, степили бдительности, сейчас давят, давят, давят. Стараются очень сильно. Конечно, вот ключевой момент, наверное, на этой карте, смогут ли сделать 4-4. Я думаю, этот вопрос сейчас терзает всех, просто. Ну, мы видим, просто им нелегко дается каждый бой. Опа, елку поймали. Елка успела вовремя спрятаться в корне. Так, смотрим, Тимофей на Деза сразу подсел. Дез сразу ему говорит, до свидания, я уйду. ТП. Так, тут сразу Тимофей сбивают. Тимофей, по-моему, единственный, кто сбивает эти тотемы. Да, ну смотри, там кулемет сейчас тоже с половиной здоровья. Начинает от него грызаться зарплата. Так, Чак Норрис тоже решил подключиться к пинанию кулемета. Ух ты ж, ежик. Смотри, какой красный зарплата. Ему ставят тотем, его лечит смерть. Себя лечи лучше, потому что сейчас фури тебе устроит веселую нажарочку. Нет, ушел, лечит своих. Нет, это 1-1. Я не верю, что спасет раунд. Да, я думаю, уже никто не верил, да. Потому что, действительно, не хватило немного фокуса. Да, друзья, это 1-1 по картам в финале плана в арене. Мы ждем создания еще одной карты, ребят. 3-й по счету. Ну что? Каспер спит, что ли? Как это он спит? Да ладно, чтоб все так спали. Все, есть приглашение, врываюсь. Спрашивает, ты будешь теперь играть берсерком? Конечно. Тапчик, привет тебе. Так, привет всем, привет. Привет, The Scorpion. Ты чел стримишь. Что? Ты чоль. Ты чоль, я чоль. Да, да. Не, не я. Это уже было. Это тоже. Пуш. Окей. Так, Гарридус БЦА нужен... Кто? Пурарин. Что это такое? Это нам рассказывает про команду, которую, возможно, считают сейчас топ-1. Это Гаррид БЦА и Зефир. Ну, Пурарин, он мне больше какой-то медицинский препарат напоминает название. Причем, да. Причем не самое хорошее. Воспоминание от этого препарата может у любого человека сложиться, по-моему. Ты, которая игра заканчивается, у меня в первый раз выходит. Играть снова, и ты опять совершишь... А, окей, все, ребят. Sorry. Смотри, каждый день узнаешь что-то новое. Можно нажать играть снова. Да ладно, черт возьми. Так, что там? Ничего не поменялось вроде бы? Да нет. Да нет. Нет. Ничего. Все так же решили бороться вот при тех же раскладах команды. Ну, давайте. Свободная камера понеслась. Итак. Вот, кстати, помнишь, что на последней карте спирмастер как-то мало занимался БП? Ну, возможно, такие условия матча, потому что занимались уже и Дезом. Там за Дезом очень плотно, кстати, схватились в последних партиях. Так, Чак Норрис. Чак тут в рукопашку пошли вместе за Дезом. То есть зарплата. Ну, и посмотрите, как им обои заваляли. Боже, и один удар еще зарплате. Неужели он умрет? Да нет, вроде бы пока еще старается держаться. Труп, труп, труп. Там сразу же влились. Абсолютно все елку сейчас сробят. Ну, и, конечно же, здесь Дез тоже не... Ну, Дез пытается услить хотя бы БП. Ну, посмотрите, как ему Фури навалял. Ну, е-е-е-е. Да, да, да. Пытается еще хоть как-то подлечиться по собственным тотемам. Но, опять же, там 3 в 2. Плюс еще очень жесткие... Жесткая поддержка у поджигателя. Да, и он тут... Ну, там эскейпов у него не осталось. Ну, был там еще у него этот врыв, вертушка от грима. Но он уже не успел, не успевал, по-моему, по рейджу ее сделать. 1-0 за командой синих. Но тут, кстати, они очень агрессивно взялись. Вот TGS действительно просто как влетели вначале, вгрызлись и вообще не отпускали ни на секунду. Ну, тут на самом-то деле влетели ля-ля-ля вот Чак Норрис и зарплата, знаешь. Вот они влетели в троих и как-то им там так подраздавали, что потом Дез просто не знал, кого лечить. Одного или второго, оба были, уходили красными. Да, вот сейчас там опять Чак Норрис быкует против двоих. Ух, как много там урона он получил. Уже полстолба у него остается, да. И нужно срочно сваливать оттуда сразу тотем. Ну, он как раз из тотема ушел. Подтягивается мастер-копья. Уже, посмотрите, грим идет в рукопашку на БП, потому что понимает, что дела плохи. Надо самому драться. Есть еще тотемчик. Тимофей... Он попал все-таки. Да, он хорошо попал. И поджигатель там опять просто ждет. ТП, ТП от грима прошел. Но его все равно напрягают. Так, он решил подтянуться поближе. Здесь наваливают Чаку. Красная зарплата, красная все. Еще бы буквально пару хилочек, и было все отлично. Нет, зарплата ЛОХП подхиливает. Посмотри, что вообще вытворяет Дез. Чак Норрис до сих пор держится. Что происходит? Какой невероятный просто... Да-да-да, доктор хаос Дез в этом раунде. И посмотрим, есть тотем. Пока все живы. Красный тимончик поджигатель спалил зарплату. Вот это... Не простил просто. Поджигатель там действительно не простил. Да. Говорят, Торн третье место. Торн третье место. Торн третье место. Поздравляем. Уже матч на третье место сыграли. А у нас очень жесткий бой. 2-0, вторая, третья карта. 1-1 счет серии. До скольки? До трех? До трех. Три карты надо выиграть. Три, три карты. Ух ты, е-мое. Я же тебе говорю, что здесь очень такой, очень интересный формат у нас. Долгий. Ну, интересно, потому что когда 5-0, 5-0, 5-0, это неинтересно. А вот когда такой махач кровавый, то все, довольно... Да, вот сейчас интересно, опять подтянет Деза Тимофей или нет? Ну, смотрим. Дез пока что издалека. Да, опять, посмотри. Деза ловят и тут вынужден потратить свой эскейп. Да, срочно. Да, он сразу ТПшится, ставит тотемчик. Смотри, вот тут уже рукопашку заставляют Деза драться, он уходит. Мастер Капия только помочь. А за ним Тимофей вот сразу ныряет, вообще не отпускает. Не на секунду Дез, да, посмотри. Вынужден тут опять эпитироваться просто с поля битвы, но там уже и поджигателя очень плотно нарезают. Еще один ТП. Красиво, красиво сейчас действует Дез. Ну, а в этот момент поджигатели должны... Там уже нет, Дез поджигатель тоже под медальоном уходит. Сейчас нужно зарплате уйти, чуть не заигрался. Да, 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 и вот сейчас хил на самом деле просто важен как никогда. Там заболевают, кажется, нет-нет-нет, Тимофей. Красный БП, надо сливать его. Чак его бил все это время. Ну что, Чак, Дез. Еще просто два удара дать. Нет, просто не успевают. Банально. И у Дез теперь огромные проблемы, хотя он не успевает подлечиться. И уходит, но поджигатель. Как поджигатель вот переехал. Да ладно, посмотри, как разрывают скиллами все-таки эти ребята из TGS. Очень часто. Дело в том, что, да, вот поджигатель такой сидит, и до последнего момента вроде бы вот, он видит просто, куда только блинкуется Дез, и в этот же момент просто такая электричка за ним. Да, 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 он просто, как говорится, префаером дал, префаером просто заранее угадал направление скилла и четко попал. Поджигатель, конечно, Фури Болл четко отыграл последний раунд. Но там не только он, вся команда здесь. Хотя, опять же, вот ля-ля-ля вытягивали этот раунд. Уже вот оставалось там пару... Совсем чуть-чуть оставалось. По пару тычек, и все, раунд выигран. Ну, вы видите, что сотые секунды решают все в БЛЦ, что игра очень быстрая. Конечно, молниеносное принятие решений. И правильное принятие решений. Да, смотри, кулеметы втроем пинают. Неужели убьют? Да! Убили его. По-моему, как-то неожиданно его так быстренько забрали. Не смог уйти БП и сейчас будет 3-1. Потому что тут по накатке, наверное, разберутся со всеми остальными. Да, так и происходит. Минус Тимофей. Мне кажется, не ожидали просто такого молниеносного удара. Там просто втроем ворвались. Там даже Грим врывался с вертухой туда. И все, все влетели сейчас БП. Ребята очень плотно зафокусили. Это рискованно. Просто если бы БП ушел, там у них было бы уже по полжизни. Плюс Грим все это время никого не лечил. Ну, как вот, все это время. Там 2 секунды, там полторы. Не, ну все равно, как бы, опять же, игра очень быстрая. 2 секунды это еще там 2 хилочки, грубо говоря, забей. Да, 2 секунды все это время. Да. Ой-ой-ой, там просто по двоим хорошо корешком-то попал. Кимофей. Так, ну кулемет сейчас никто не трогает. Заметьте, что... Ну, ты только сказал, за ним сразу же выехал Чак Норрис. Вместе с Дезом, вместе с зарплатой. Ныряют втроем, неужели? Да. И под тотемчиком может и получиться, ведь убить. Да, продолжают, продолжают цеплять здесь кулемета. Не так успешно. По-моему, так, чья ульта? Это была ульта Тимофея. Тимофей там очень плотно вообще заехал. Так, Дез, ульта. Ну, где же, где же? А все, он сжарил. Дез сжарил только что фури. Там такая хитрая ульта. Там нужно... Ну, самое сложное, наверное, у Гримрога. Она дает средние дэмэдж, по-моему. И потом еще надо правой кнопкой еще пару раз докастовать в догонку, понимаешь? И тогда она разбирает очень мощно. Но иногда как раз вот этих вот 2-3 тычки не дают сделать. Ну, счет 2-3, смотри. Да, 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 да. Вообще, молодцы, справились. Так, ну вот и пошла опять драка. Вот опять же, подтянет ли... Смотри, нет, очень агрессивная игра Чак Норрис. Сразу же врывается, просто моментально. Да, пытался ворваться поджигатели. Теперь смена фокуса, конечно же. Конечно же, привет, Кулими, вот мы идем за тобой. Так, и продолжают ведь очень неплохо действовать. Тут копьем только промахивается зарплата, очень нехорошо получилось. И, смотри, Тимофей на развороте ультует. Хорошо попадает по зарплате. Зарплата в ОХП. Но там еще и кулемет, и поджигатель, поджигатель. Буквально два удара оставалось до тех пор пока... Ой-ой-ой, подрубили Чак Норриса, и сейчас четвертый раунд могут взять сейчас парни. Ну что ж такое? Да, там уже 2 в 3, посмотри. И зарплата здесь, конечно, очень битой. И ультом, ультом Тимофей, кажется, зацепил маленько. Да, ну все решилось, конечно, вот здесь, справа на карте. Вот здесь потеряли Чака, довольно неожиданно. Если бы Чак смог уйти оттуда, раунд бы легко брался. Раунд бы легко брался. Ну, кто меньше ошибается, тот и побеждает. Ну, видите, по пингу 28 минут. Да, тут как бы, в принципе, такой пинг на Москву. На Москву 30? Да, да ладно. Мне дома 25 тоже. Я хочу ваш интернет просто. У меня сотня на Москву. Так, хорошо. Никакого пока не попали. Смотри, Чак Норриса. Пошел драться, Тимофей его отгоняет с гулачищами деревянными. Тут корень, ну пока все не страшно. Ну, вот сейчас можно, кстати, попробовать зафокусить кулемета. Именно это и пытаются сделать. Да, там зарплата врывается на него, но почти все промахивается. Да, кулемет там почти живой-то остается. Ну что, Тимофей сейчас решил к смерти приклепаться, но лучше со смертью не шутить. Чак Норрис уходит с ульта, да, и тотем стоит. Ну, не рискует зайти в тотем, пошел за Рейджой. Да, он сам понимает, что... Ну, как... Ну, все, минус друг Грим. Хотел сказать, что ушел, но, как оказалось, там еще в догоночку был дэмэдж, висело проклятие. Да, 5-2 и 2-1, в общем, в зачете. В пользу команды TGS. Ну, такое уже было. Играть снова он тебе, говорят, Джимми. Смотри. Слушай, оказывается, все так просто. Спасибо, Кэп. Так, что пишет? Да, тут спалил зарплату. Так. Тут от тебя просто домогаются. Почему поджигатель и две ульты? Не-не, братья, у него одна ульта. То такой вот есть, такой каст массовый, он очень интересный. Но выглядит, как будто ульта. Так, что там еще интересного? Так, организовывают ли топовые гиброспортивные организации команды ПБЛЦ. Там, Na'Vi M5, Fnatic, SK и так далее. Дигни-то собирали еще в прошлом году и выступили на DreamHack. Ну, по ПБЛЦ сейчас пока еще непонятно. Потому что ПБЛЦ только стартует как дисциплина. Так, в том-то дело, да, что оно еще просто не настолько популяризировано. Да, потому что я уже слышал там слухи от ZeroGright. Допустим, он в танке, там уже вот-вот-вот практически вот-вот и будет набираться команда по World of Tanks. Я думаю, такое может с ПБЛЦ пойти, если его сейчас... Ну, по идее, он опять будет на DreamHack в этом году дисциплиной. Возможно. Возможно, кто-то себя возьмет. Да, я думаю, если одна-две... Один-два коллектива себе подпишут серьезные составы, то и остальные тоже могут за ними вдогоночку поехать. Опять же, все будет зависеть еще и от призовых. А, мы смотрели, Пурарин это Пурпурин. Ну, я понял. Пурпурин, хромовник, топ-1. В общем, посмотрим мы сегодня на всех топ-1. Но Пурпурин уже намного солиднее звучит. Ну, парень под ником The Problem. Как юзать, ну, скиллы, оно написано у тебя снизу, вот там написано, на какую кнопку нажимать что-то. Да, там все фотки указаны, типа проблем не должно возникать. Так, давай посмотрим. Поджигатель. Мастер Копья. Все то же самое. Ну что, источник боли. Это БП будет от кулемета. Да, конечно же, это Блад Прист. Кровавый жнец вообще по-русски. Что возьмет смерть? Будет это Грим или нет? Да, да. Все то же самое пока что. Ну, да. Ну, просто учитывая то, что сейчас драки идут максимально просто приближенные, то есть нету яркого доминирования одного из коллективов, то менять что-либо нету особо смысла. Ну что, если эту карту выигрывает команда TGS, то они побеждают на чемпионате. А что там дают, кстати? Какие вкусняшки? Ну, какие-то вкусняшки, полезняшки. На сайте Соберарена ТВ можно почитать. Окей. Гривны там тоже какие-то. Ну что, смотрим за... Какой же карта? Четвертая карта по счету. Получается, да. И посмотрите, зарплату начинает цеплять просто сходу. Тимофей. Очень агрессивно играет. Просто не отпускает. Вот теперь уже вцепили зарплату. Посмотри, два игрока. А там уже Чак Норрис врывается. Ну что? Тимофей лох и пэ. По-моему, все равно холемет не даст его в обиду, это точно. Косульта прошла. Две корни. Хорошо, там Чак Норрис очень битый. И нужно его подлечить. Да, тотемчик, там хилки. Все, отлично залетает Дес. Тут уходит сейчас. Уходит поджигатель. Как-то вот он не очень хорошо... Да, и ульта отличная ульта была просто. Хорошо попал, но ушел и поджигатель. И Тимофей тоже остается ваншотный, но его продолжает подхиливать. Да, уходит Тимофей. Боже, тут просто еще один удар дать. Как он уворачивается, этот поджигатель. Ай, да жук. Все, не ушел этот жук. Поймали, поймали. И последний пулемет остается... Ля-ля-ля, берут первый раунд четвертой карты. Да что ж такое-то? Какая вот... Можно было сразу пятую играть? Да, да, давайте там счет 2-2, поехали. 2-2, 4-4, последний раунд. Все, поехали. Да, да, нормально было. Жесткие. Воины у нас на сервере. И еще жестче воины на сервере у нас появятся, друзья. Совсем скоро после этого финала мы переключаемся на техлапс. И, конечно, там будут неимоверные матчи. Там весь топ уже просто разрывает своих врагов в первых турах. Ну, а дальше появимся и мы с Каспером. Но дальше будет интереснее, скажем так. Да, да, да. Посмотрим, кто там топ, кто тру, кто папа. Ну, хотя бы в первой квалификации. Конечно, все решится в финале в Москве. В Старладере все решится здесь, в Киеве. Мы разберемся. Да, смотри, вот там сейчас зарплата опять, кажется, набросился на кулемета. Нет, все-таки, кажется, отпустили товарища. Ну что, у смерти сейчас будет ульта. Он дает ульту кулемету. Ну и там надо было подлить ему еще пару тычек. Но, конечно, нет времени столько у гримов. Да, посмотри, там еще одни корни идут. И поджигатель, поджигатель очень битый. Он ворачивается. Да, и продолжает, продолжает просто с рейнджа как-то подстреливать. Как напали на БП, слили. Какие красавцы, минус хилл. И, в принципе, по полжизни у всех. Поэтому они, наверное, отстоят этот раунд. И 2-0 сейчас сделают. Ля-ля-ля. Да, но там сейчас просто Чак Норрис не отпускает Фьюри Бола. Вообще просто ломает его полностью. Тут непонятно, кто кого не отпускает, но уже все. Ой, с ульта, нормально-то въехал Фьюри Бол. Ну, тут вообще, как бы, вариантов было немного. Ну, ульта добивает сейчас, кстати, Фьюри Бола в исполнении грим-рога. Там внизу мне нравятся такие объяснялки. ГГ, сокращение от английского Good Game. Да ладно. Надо сейчас подпись, да. Спасибо, Кэп. Написать. Или внизу подпись, да. Там ваш Кэп. Ваш Кэп, да. Ой. Ты что делаешь? Вот так вот можно смотреть. Ну, это слишком хардмод. Хардмод, да? Да, я тоже так подумал. Сверху повеселее. Ну что, смотрим. Здесь уже Чак. Они плохо напрягли его, ставили тотем. Ну, Чак далеко сейчас от хила. Прилетает Дес. Зарплата на БП подсел. БП сейчас сразу уходит. Не дает даже по себе бить. Чак. Ну, опять же, Чак Норрис там, да, очень... Сейчас Чак может быть, знаешь, такой... Фьюри Бол. Первая жертва. Ну, посмотри, вот сейчас если зацепят кулемета, то все будет вообще просто очень шикарно для красной команды. Да, вроде бы переехали. Да, да, именно так и есть. Остаются вдвоем теперь команды TGS. Кажется, это 3-0 будет. Слушай, вообще как-то переезжают кулемета. Тимофеев тоже минус 0. И все, Фьюри последний. Причем последние раунды постоянно БП синей команды выгребает плотно. Вот тут очень... Занялись, короче, им, ребята. Занялись и не отпускают. Ну, мы видим, что последний вот медальон у всех одинаковый. Это дэмэдж в спину. Ну, в принципе, да. Он должен быть, наверное, такой. Да все медальоны, крутая тема. И, в принципе, ну, в зависимости от различных ситуаций, можно их знать абсолютно разные. Но мы видим, что сейчас... Ну, в третьем, да, все используют. Я вижу, что тычка в спину. Там плюс 5, ну, 5 или... Да, по-моему, плюс 5 процентов. Если честно, там не кто-то смотрел. Сколько это медальон? Так, ну, сейчас на фьюриболы нормально вроде бы. Атак развивается. Кулемета подтягивают. Посмотри, у них кулемет остается почти одну деление. Ну, знаешь, у него начало каждого раунда. Думают, ой, сейчас начнется. Сейчас, сейчас опять меня бить будут. Опять меня будут бить. Бьют меня опять. Чак Норрис, Чак Норрис, посмотри, ваншотный просто Чак Норрис уходит под ультом, да, прячет его, кажется. Нет, подхиляли, хорошо. Лечит, 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 плотно лечит, стоит рядышком. Сам уходит, сам красный, ставит себе тотем, себе нужно полечить. Корени, ой-ой-ой. Уйдет или нет Чак? Да, Чак пытается уйти просто со всех сил, но Деза уже там начали принимать. Да, принимается за него конкретно фьюрибол. Уже медальон юзается, он влетает сам фьюрибол, а все, труп. Да, минус Дез. Ну, тут уже ребят сейчас разберут быстренько. С1, минус 2, 3-1. Все-таки хотят собраться, наверное, на этой карте игроки. Да, ну лучше сейчас затащить, чем потом потеть в решающем матче, а там уже авось там что-то не то нажмем и так далее. Ну, говорят, что прошлый решающий матч там фантастически вытащили вот ребята из ля-ля-ля. Ну, к сожалению, мы этой пятой карты не видели. Блин, к несчастью, провал. Потеря-потерь. Что это за щупальц? Ладно, никогда не брать на внимание на щупальц. В углу карты. Так, смотрим за продолжением, что будет что-то меняться? Зарплата как-то вот, знаешь, последний раунд. Он бавил свой пыл и выдал, так скажем. Видимо, стали встречать, отгонять его от БП. Смотрим, он напал на Тимофея. Что у нас здесь? Здесь у нас воюет с Чаком. Да, и укулемет, смотри, там тоже достаточно битый. И, кстати, да, почему укулемет с ними дрался? Не могу понять, он же сейчас тут получит. Зарплату отхилит. БП в опасности. Да, там в опасности он укулемет, да, пытается хоть как-то сбежать с поля битвы. Ох, там Чак Норрис тоже. Уль завязал, но укулемет успел. Вовремя смотаться, еще два удара фактически остается сделать. Кулемету там врывается, а Фьюри Боллс. Так, прячется все в корне. Хорошо, Тимофей там тоже, кстати, очень поздно. У Ля-Ля есть преимущество. Да, это жирный-жирный Гриммон, который сейчас на полных холсах лечит. Его никто не трогает. А здесь просто преследование кулемета. Он в углу зажался, отлечивает себя. Вот как раз и на Гримма подсели на зарплату, подсели. Ой, какая хорошая. Ох, хорошая поджигательная. Но все равно Дест тут проходит буквально 2 секунды и уже почти... Почти полхп имеет в своем активе. Да, смотрим сейчас, зарплата. Зарплата продолжает воевать с Фьюри Боллом. Нет, корни, отлично. Минус ДС. Что вообще ТГС вытворили только что? Ну вот Фьюри Болл, Фьюри Болл. Когда он начинает вот это свое исполнение, даже по концовке, супер исполнение скиллов, всяких кастов. Там все эти мега ульты, там по двоим, там и так далее. Вот он четко очень читает конечные ситуации, он четко добивает именно. Не знаю. Когда у него это получается, тогда раунд очень быстро выигрывается. Смотри, там мини-комбэк внутри раунда, 3-2 уже. Начиналось все печально, было 3-0. Ну и опять же мы говорили, что они тащат, и ребята действительно тащат. Смотрим. Чак в бою. Так, где Фьюри Болл? А Фьюри Болл вот он справа сейчас стоит, настреливает потихонечку, держится на расстоянии, все правильно делает, хотя и ему тоже уделяют определенное внимание. Ну сейчас будет ульта у Тимофея совсем скоро. Да, Тимофея, посмотри, как все кучно стоят. Вот она пошла ульта, Тимофея, да, зарплата, и Чак Норрис там очень плотно. Встрие до Фьюри Болла забирают все-таки. Да, он спрятался за текстуркой, не мог ему пулемет помочь ничем. Зарплата. Отошел, отошел, вышел. Самое главное сейчас для его команды легко разобирает кулумета. Ну что, 4-2. И это... Это почти что. Ничья поинт. Почти что ничья, да, почти ничья. Ничья поинт, да, оценил. Слушай, как они мне надоели, если честно. Вообще так вот никто не сдается, знаешь, и... Что за люди, да? Что за люди вообще? Сдавайтесь. Дерутся до самого конца. Ну, поехали, друзья, возможно, последний раз. Там двоих сразу Тимох вытаскивает. В четвертой карте. Ну, хорошо, смотрим за Чаком. Так, Чак. Ой, здравствуйте. Сразу же заныкался. Хорошо, начинает с руки угнетать Фьюри Бола. Чак Норрис там просто умирает. Ну, вот сейчас смотрим за Фьюри Боллом. Сейчас от него будет что-то интересное, наверное. Смотрим. Пошла ульта. Пошла ульта. Но там как-то не с той стороны колонны он вроде бы пролетел. Вот в чем дело. И теперь уже цепляется в кулемета. Есть. Тимофея ульта также прошла. Но что по жизни, по жизни лучше сегодня все-таки у синей команды. Да, кстати, там Фьюри Бола не так уж долго до ульты. До второй осталось. Так что, да, и сейчас она уже будет. Нужно выбрать грамотную траекторию. Да, и поехал. Хорошо, заехал. Минуса нет. Зарплата выживает. Да ладно, нет минуса. Зарплата ЛОХБ еле-еле уходит. Вот он пошел первый фраг. Да, и это все. Это 4-3. Кажется. Хотя. Да нет, нет. Я сомневаюсь, что получится сделать какой-то нереальный шикамбэк. Но вот дес, дес. Все, дес, дес. Да, дес, дес. Дес, дес. И есть еще один минус. 4-3. Все-таки один матчпоинт. Это не матчпоинт, а маппоинт отыграли игроки. Ля-ля-ля. Получится еще раз. Значит, TGS. Да могут ведь. Доказывают, что могут. Вообще, вот сейчас TGS выиграть два раунда подряд, и они чемпионы турнира вообще. И все, чтобы не мучиться. Два раунда подряд, и все. Это все нормально было. Но у ля-ля-ля свои, наверное, планы. Так, смотри. Просто врывается сразу же на кулемет. Точнее, кулемет. Кулемета ворвали. Так, тут очень какой-то махач начинается в районе Щупальцы. Есть Татем. Татем хорошо полечил. Куда делся кулемет? Все, Рейджу забрал. Кто? Чак. Вот сейчас зарплата там потерялся. Нужно ему, да, делать ноги. Дес отличил. Чак прикрыл этот уход. Ну и в Чаков сейчас врываются двое. В это время Фури. Так, а Фьюри Бол там заныкался. Жук, да. У Тимофея есть. Алтимы. Сейчас, скорее всего, будет жесткий врыв. Да, вот он пошел. Какой-то он. Не очень какой-то, да. Был. Забитый только что был Тимофей, но сразу же его подхиляли. Причем очень оперативно работает. Кстати, за Чака можно смотреть. Он будет... Да, он уже ультанул, по-моему. Да, да, да. И сейчас у Деза появится ульта. Он сможет тут повеселить. А Фьюри Бола через 3% будет алтимы. Это будет очень важный момент. Да, и поехала. Ульта, но не попадает ни в кого. К сожалению, Дез выживает. Дез сейчас должен прятаться. Минус Тимофей, кстати. Тем временем, и походу, это третья решающая, пятая решающая карта. Ну, сейчас увидим. Или 2 потащат, 2 в 3. Ну, я даже не знаю. В принципе, если сейчас зарплату получится, достаточно быстро сбрить. Вот, например, как Юри Бол ворвался. Боже, что он творит? И кулемет, там хил ведь есть. 2 на 2, смотрим, смотрим. 2 на 2. И неужели они вытащат еще один маппоинт? Ой-ой-ой. Там опять же была ульта. Кулемет, кулемет. Очень битый. Очень битый. Это почти труп. Он ушел. Он ушел. Труп теперь. Все, минус с кулеметом. 74% у Юри Бола. Если сейчас еще попадет, там 3-4 удара, то... Не-не-не-не-не-не-не-не. А, ну там уже, да, там дессы, хилы. Там ему никак не дадут сейчас повеселиться и... Ну вот. Ну да, получается, очень четко разбежались ребята из Ла-Ла-Ла и все. Ну что, друзья, 5-3. Да, это решающая карта. Нас ожидает. Ну и последнее. И уже на тех лавс переключимся. Панда хоть там следишь. Так, Каспер, на пару секунд. Да, ты пока начни матч. Я узнаю дополнительную информацию, а ты пока... Давай, окей. Заруби немножко. Так. О боже. У меня тут просто уйма микрофонов. Так, ладно, друзья. У нас сейчас будет решающая карта, которая определит победителя турнира. Арена Лан Пати как-то так вроде бы, да. В дисциплине БЛЦ. Встреча таких команд, как DGS и команда Ла-Ла-Ла. Если вы только что подключились и не знаете вообще, что тут происходит. Очень напряженная драка. Мы уже видели, мы уже видели недавно, совсем недавно их драку в групповом этапе. Там все тоже определилось на решающей пятой карте. Да уж, очень-очень напряженно. Так, что тут интересно пока пишут. Давайте почитаем сообщения. В общем, тут пока ребята пикают, это не особо интересно. Я думаю, изменений мы никаких наблюдать не будем, потому что очень плотно идет сражение и менять что-либо это лишний риск. Хотя может есть какая-то нереально жесткая заготовка. Посмотрим. Так, что тут что-то еще пишут. Вроде бы пока ничего интересного. Так, смотрим. Да, вроде бы все так, как и было. Да, сейчас там ТАФ вернется и надеюсь. Да, все те же у нас персонажи. Зарплата Дэс Чак Норрис. Те же елки, гримы. Да, да, да. И вот он поджигатель. Fury Ball. Кстати, достаточно интересный никнейм для такого персонажа. Так, вот у нас свободная камера. Ух ты. Не то. Все, пошла, пошла у нас драка. Сейчас смотрим внимательно. Очень мало пространства здесь для маневров. И начинает сразу же боковать на Чак Норрис. Зарплата промахивается копьем. Чак Норрис хорошо врывается просто в толпу. Начинает разряжать. Рейджер, рейджер пока что еще очень мало, да. Зарплата продолжает расследовать перебола. Кулемет, кулемет. Старается хоть как-то там ретироваться. Да, и попадает уже теперь под раздачу Десс. Хорошо под корни попадает Десс. Чак Норрис лоу хп. Прячется за ее зайд. Наконец твой ульт. И Fury Ball. Кажется, сдул. Да нет, почти, почти получилось. Чак Норрис продолжает здесь мансовать против Тимофея. Они там, у них небольшая своя там уже драка. Все, опять нужно продолжать кучковаться. Все до сих пор. Ах нет, все-таки Чак Норрис. Чак Норрис сейчас появляется болезняшка у нас в миде. Пытается ее забрать Тимофей. Десс. Стягивает Fury Ball. Да ладно, еще один ульт от Fury Ball. Лоу хп, зарплату, лоу хп. Десс, и сейчас если зажмут в углу, это будет ГГ. Да, двоих сразу же забревают. И минус Чак Норрис. 1-0 в пользу команды TGS. В решающей пятой карте. Все, я уже здесь, друзья. Отлично, я уже с тобой соскучиться успел. Надо было ману пополнить. Да, но у нас тут такое, опять же, все очень плотно. Ну я наблюдал, наблюдал. А в принципе история та же продолжается. Так, Чак Норрис. Сразу же Кокон. 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 Ну просто он корень, везде у него корни, и говорить кучу раз слов о корни не очень. Потому что что-то непонятное вообще происходит. Куча выстрелов. Перестрелка такая, аккуратная перестрелка. Да, да, и кто вообще почти ни у кого не отнимается. Вот это самое забавное было. Хотя сейчас вроде бы накинулись на Фьюри Бола. Ой, Чак Норрис там очень плотно терпит. Да, и Тимофей еще ульт... Ну что, Чак ушел. А что, здесь зарплата с тремя будет драться или что? Ну, зарплата у нас сейчас просто будет. Рэмбо стайл и поехал. Ульта от Грима. Фьюри Бол. А он, кстати, по зарплате вроде бы неплохо заехал. Сейчас забивать нужно. Тут Тимофея надо было еще правой кнопкой. У Чак Норриса, кстати, там почти алкемик есть. Посмотрим. Если сейчас еще в углу зажмет, может очень неплохо подкопаться. Да, начинает врываться, подкапываться под кулемета. Да, там еще и... Ульта Фьюри Бол пошла. Хорош. Попал, попал, попал. Хорошо там вроде в Чак и в зарплату. Да, и зарплата сейчас ваншотный. Все, минус зарплата. Дэс. Нет, все-таки умер. Да, 2-0. Какая-то обилка на нем еще висела. После прыжка случилась беда. Да, ну что, Чак Норрис, Дэс, зарплата. Надо тащить, парни. Раз уж пятая карта, так 2-5-4 уже. Ну да, да. Что, мы зря сидели тут, что ли, чтобы посмотреть там разрыв какой-то? Не-не-не. Так дела не делаются. Мы на такое не подписывались. Так. Хватит нам тут... Да я тут сам. Экспериментировать с видом. Так, Чак Норрис тем временем уже успел потерять добрую половину здоровья. И... Ну это не уменьшает его пыл, кстати. Продолжает он драться весьма и весьма отчаянно. Ну опасно сейчас. Ушел, ушел Чак. В тотем не заходит. Да, зарплата что-то копиями не особо хорошо попадает. Но он сейчас могут зацепить фьюрибола. Да, еще и Дэс продолжает здесь рываться. Ах, нет. Ульта прошла. Попал в Тимофея. Ну а там надо доколдовать Тимофея. Ай, Дэс. Дэс успевает буквально на таких бделях убежать. Продолжает за ним преследование свое Тимофей. Но Дэс, кажется, успел смотаться. Да. И Чак Норрис там тоже очень бит. И нужна, безусловно, Чак Норрису помощь. Своего хила. И хила там тоже просто как грелку. Вот. Понимаешь, вот у Грима у него очень вот эта интересная опилка. Магия Вуду есть. И вот когда он ее вешает на кого-то. В тот момент, если парня лечат, ему наносят дэмэдж. То есть можно очень хитро подловить. Конечно, вот от того, как ты действуешь против Грима, там, это вот, ну, конечно, мне больше хилов касается. В принципе, от этого все и зависит. Следить постоянно за Гримом и смотреть, кого он кидает в Вуду. Да, ну, это один зарплата, как бы... А? Все, я ливаю. Ливаешь? Да, ну, конечно, когда мастер копья остается один-два, ну, вот, тяжело поверить, что он может вытащить. Знаешь, я могу поверить, что Ранит, допустим, может вытащить, потому что у него там невидимость, там прыжок есть, может немножечко себя подлечить, там, дротиками. Плюс сумасшедшая ульта, которая там, если один-два, там, двоих попасть, то можно и подраздать. Ну, а пока что у нас счет 0-3 в пользу TGS. И все идет к тому, что они станут чемпионами. Ну, снова два раунда до победы у этих парней. Ой, копьем там заехали, кстати, фьюрибола только что, но сразу же идет под хил. Да, отличили. Дальше врывается у него Чак Норрис, что у нас снизу? Так, Деза напрягает кто? Фурибол. ПП. Где будет вплотную? Там уже Чак Норрис просто вплотную начинает заниматься кулеметом. В это время Тимофей тоже достаточно коцанный. И фьюрибол, фьюрибол, посмотри, просто два удара ему еще нужно сделать. Прячет его все-таки в кокон, фьюрибол, еще один удар нет, успевает спрятаться. Не попал ульту Гримм. Не попал самую малость, промахнулся. И кулемет тут до сих пор, кстати, тоже живой. Прячутся все примерно в одной и той же области. Но тут, кажется, у кулемета сейчас будут огромные проблемы. Да, тут красные, во-первых, поджигатели, во-вторых, бьют БП. И он не лечит сейчас своих. Но все равно еще все выживают. Вот, смотри, фьюрибол ушел. Мало того, что все выживают. Сейчас в меньшинстве находится красная команда. Вот что самое важное. Что самое смешное. Да, самое смешное. И действительно, сейчас проблемы возникают. Ух, подтянули-то как. Смотри, фьюри. Как забили Чака, непонятно. А фьюри пытается уйти и уходит. Ведь, да, посмотри, зарплата сейчас остается здесь. Выбирает, выбирает себе цель. Но сам он тоже очень коцанный. Смотри, вы, по-моему, не решили потащить этот бой. Сейчас посмотрим, как в дес. Ну, два, два, учитывая. Вот, кулемет. Все, пошел под хил. Вот этого и стоило ожидать. Хотя там тоже есть дес. Не будем про это забывать. Ну, подожди, подожди. Здесь ульта не попал. У фьюри бола есть алтимейт. Он просто убегал этой ультой. Потому что понимал, что сейчас ему будет ГГББ. И, кажется, это будет сейчас счет у нас 3-1. Не понятно. Ныряет фьюри бол. Да, пока еще непонятно. Зарплата, лоу хп, еще бы. Два удара, но нет. Дес там кажется. Есть минус. Отыграли раунд. Чудом отыграли раунд. Двоем расхатали. Молодцы, конечно. Дес отлично отыграл. Но там драка хилов была на самом деле. Вот если бы хил там любой вообще там один-два раза бы лишний промахнулся, то это был бы ГГ. А вообще Тимофей тут вроде бы жестче всем раздал, но, увы, ему не хватило. 1-3. По-прежнему в двух раундах от победы остановилась команда TGS и никак не может эти два последних раунда преодолеть. Никак. А уже все, последняя карта. Чак. Зарплата. Пошел в драку. Спокойно все, довольны. Вот теперь начинается Махач, здесь ставится тотем, уходит Чак, врывается в пулемет. Куда же ты ворвался? Ой, как ему сразу влили демеджа. Да, и посмотри, вот сейчас зарплата имеет отличную возможность для того, чтобы продамажить хила команды TGS. Тут уходит. Чак Норрис там тем временем очень сильно впервел. Тэм не в тему пошел, конечно, сейчас Дэза бьют, Тимофей так, Дэза нужно уходить. Да, у Тимофей, кстати, есть Тялтема, сейчас будет подкопочка, и ульта пошла хорошо, попадает в ульту, и там, и это минус. Да, очень решила ульта, конечно, в грима, и теперь уже 3 в 2. Но в прошлом раунде тоже было 3 в 2. Ну, нет, нет, нет. Ну, не при таких обстоятельствах, да, тут уже все вроде бы понятно, зарплата там сейчас подходит еще пару ударов, да, вот так происходит. И вот теперь начинается момент матч-поинтов, не то, что матч-поинтов, а чемпионши-поинтов. Сколько их? Три. Ну, типа того. Четыре. Все, один раунд, и ты чемпион первого вот такого лютого махачеварения. Ну, я думаю, что следующие будут полютея. Ну, я думаю, к следующему турниру, к следующему финалу там ребята скилла наберут основательно. Так как сейчас даже у сильных игроков там онлайн, если так присмотреться, не самый большой. Потому что просто очень свежая дисциплина. Ну, давай смотреть. Опять зарплата насаживается сейчас на кулемет. Они там вместе с Чак Норрисом, кстати, нырнули, и Дес там тоже принимает непосредственное участие. Ну, там Чак уже на панике убегает, Дес лечит. Пока все нормально, скоро у всех там появятся ульты, причем одновременно у шести игроков. И сейчас, возможно, будет армагедец, да, как говоришь? Да, армагедец. Вот он одновременный, вот он пошел. Пах, бак, второй ульт. Чак, третий. Что вообще вытворяют? Сейчас еще у Деса тоже там осталось 7%, зарплата тоже с алтимейтом. Ти Джесс, косаные двое, минус, улет. Да, есть минус. Ульта от Спермастера, что ж он на месте стоял. Добил все равно, есть минус, и это 4-2. Первый чемпионшип-поинт отыгран. Да-да, неплохо так подсобрались. Ну, там действительно ультов было просто... Ультпарад. Уйма. Да. Ультпарад, говорю. Ультпарад. Ну что ж, пока в общей статистике этого финала Дес. Ну, конечно, там он очень много хилит. Ну что, возьмут или нет? Ти Джесс уже просто, они, наверное, в шоке. А прикинь, какой напряг будет, когда счет станет там 4-3. Да, ну, в группе вот 3-2 по картам, опять же, напомним, 5-4 в решающей. Выиграли как раз сейчас синие ребята, вот, ой, красная зарплата Дес и Чак Норрис. Но мы видим, что в финалите Джесс, по-моему, решили все-таки взять реванш. Хотя не до конца понятно, тащат парни. Да, там сейчас под тотемом, кстати, был неплохой хил, вот, Деса. Чаку нужно выживать, потому что это последний раунд возможный, поэтому сейчас каждое действие решающее. Ульта попал! Долить ультой! Долить сейчас! Доливает БП и сейчас могут ему поднавалять еще... Ой-ой-ой-ой, что это было? Да, ульт от Фьюри Бола не особо хороший, хотя вот сейчас смотрим, зарплата там по-прежнему достаточно коцаной. Нет, все-таки Деса него уже принялся. Сейчас посмотрим, да, сейчас очень важно, как будет действовать Чак, очень важно, как, возможно, будет действовать Дес. Да, проблемы у Фьюри Бола начинают очень жестко напрягать, пытались добить метеоритом, но тут юзает медальончик защитный и, кажется, смывается. Все, минус один, минус два, Тимофей остается, второй чемпион, Шипоинт отыгрывают. Звери какие-то, 4-3, не дают выиграть команде TGS чемпионат. Да, и Фьюри Бол там еще так забавно блинкнулся, как раз вот под вертушку. Фантастический, конечно, матч между этими командами. Да, друзья, мы не будем, наверное, перебираться в верхнюю студию, мы прямо отсюда закомментируем уже тех лапс, потому что, ну и так уже никакого времени нет, и будем врываться. Будем врываться прямо отсюда, вот со следующей вот игры, просто вот пауза, одну-две минуты и сразу врываемся. Действительно, одну минуту паузы и врываемся в бой. Но нужно закончить здесь финал. Да, ну сейчас там, смотри, идет ПВП Чак Норриса против там двоих сразу. Грибы. Грибы, без грибов никуда. Без грибов никуда, точно. Так, тотемчик, хорошо подхиливают. Ну смотри, набросились на Чак Норриса, весьма основательно. Чак, Чак должен жить. Тимофей уже с ультом, тоже есть. Есть ульта также еще и Фьюри Бола. Сейчас выберет подходящую траекторию, как залетит. Да, сейчас нельзя кучковаться, это очень важно. Вроде бы нужно быть вместе ульта. И вот она пошла ульта. Вроде бы должен был хорошо попадать. Но сейчас продолжаем смотреть, что Тимофей. Тимофей очень битый, опять там пошли грибы. Прячется, прячется товарищ Тимофей. Так, появился Дес. Чак уходит, нужно лечить. Тимофея бьют, ставится тотем, подлечил своих, ушел сам. Хорошо, мансуется, забрали Тимофея. И по-моему, они в третий чемпион шиппоинт отыгрывают. Это просто неимоверные звери. Ну давайте досмотрим. 3 на 2 ситуация. Ну да, кулемет уже все тут тоже склеился. И остается один Фьюри Болл. Это 4-4. 4-4, это финиш. Какая дизмораль, прикинь. Я бы уже просто кидался камнями вот так вот. Вправо, влево там. Да вы такие, раз такие. Не, на самом деле нельзя расслабляться. Нужно... Ну как тащит Ла-Ла-Ла, да? Очень мощно. Пацаны просто с железными нервами. Давайте это так назовем. И, конечно же, вот... Ну кого как они называются. Три подряд, да. Три подряд потащили. Фантастика. Ну вот, теперь все. Последний раунд на этом чемпионате по-любому. Давайте нам по концовке божью кару там и какой-то вообще мега... И нереальную, да. Нереальный экшен. Нереальный экшен. Ну давай, видишь, аккуратно. Аккуратно действуют парни. Не понимают, что... Посмотри, как за Фьюри Болл это вцепились. Судьба чемпионата в одном раунде. Вообще фантастический файт. Да, там уже, кстати, Рейр. Сейчас у Деса есть ульт. У Чака Нориса тоже есть алтебет. Фьюри Болл. Фьюри Болл очень сильно стрелет. Прячет его в кокон. Ждет подходящего момента. Там зарплата. Фьюри Болл прячется за текстуркой. Да он никуда не прячется. Он тут на панике. Полечили. Да, еще полечили. Боже мой, что они вытворяют. Да, посмотри. И, кстати, хорошо в рульбе накидывались на кулемета. Кулемет ушел. Фьюри Болл тут просто в самом пекле оказался. Но успевает. Блин, тут обратно. Алтимей поехал там по двоим. Переезжает. Смотри, они все красные. Неужели 4 раунда подряд выиграют? Ла-ла-ла. Я не верю в это, что такое можно выиграть. 3 красных. 3 красных. Просто доконтролить ульту и убить. Бла ульта. Минус Тимофей. Зарплата красный. Да, боже, что происходит. И только посмотрите. Кулемет продолжает нырять. Но все равно 2 в 3 уже не так мощно. Можно подраться и зарплата. Ловит. Нет, ульта Фьюри Бола. Зарплата лоу хп. Еще один шот. Нет, там Дес его уже подхиливает. И Фьюри Болл тоже тут вместе с кулеметом старается держаться из последних сил. Они понимают, что другого шанса не будет, что нужно. Нельзя задерживать атаку. Но это минус. И последний Фьюри Болл. Да, и Фьюри Болл. Остаиваться. Жесть. Просто жесть. Просто нереальное напряжение. Четыре раунда подряд. Ла-ла-ла. Друзья, ну это респект и уважуха. Парни на сцене там справа. Истинные победители вообще. Просто. Чак Норрис, ты именно воин. Все. Звезду в клане. Герой недели и Чак Норрис в нашем клане. Все. Какую красную звезду на елке. Да. Все. Дарить какой-то скин нужно по-любому. Ну все. У нас нет времени. Нам нужно перепрыгивать. Да, согласен. Выбрать игру. Турниры. Техлапс. Слушай, как прикольно сделано. Да, только статус финал. Нет, нормально. Так.